Наша музыка. Наша. У нас в гостях побывал Вадим Демчок. Самые яркие моменты интервью в нашем видеоблоге. Я родился в малюсеньком городочке эстонском Нарва, но я русский. И это я особенно заявляю после сериала «Интерны», когда в этом фильме... Не, вы евреи там. Да, 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 там я стопроцентный еврей. Вообще с еврейской национальностью меня очень много связывает. У меня почти все учителя евреи и в средней школе, и в театральном институте и так далее. Зиновий Карагодский еврей, и у Камы Гинкаса я работал. А вы у Карагодского учились, да? У Карагодского заканчивал, да. Так значит, вы еврей. Ну да, да. Наверное, умом все-таки я сканировал эту элиту человечества. Извините, если я кого-то обижаю таким заявлением. Но действительно умный народ, блин, выживает. Что делать? Сколько его не вдавливают, не заколачивают по шляпу в пол, все равно выживает. Выживает. Все равно преклоняюсь. Вот. Родился в Нарве, и в пять лет меня мама привела в дом пионеров. Ну, с целью избавиться. Конечно, женщине хочется жить, любить и так далее. Иди, мальчик. Куда-нибудь пристроить. Да. Вот. И пустила на волю ветра. Я пошел в один кружок, в другой, третий, четвертый, пятый. Мне не понравилось нигде. И потом я послал подниматься по лестнице вверх. Мама потеряла меня из вида. Бокатерной. А я толкнул дверь. Дверь распахнулась, и отовсюду на меня смотрели глаза. Огромное количество. Оказалось, что это марионетки. Висят и смотрят. И все стены были завешаны марионетками. Я сейчас чувствую, что кушетка психоаналитика нужна. Из темноты вышла какая-то фея старенькая, где-то лет 75. Ее звали Елизавета. Это единственное, что я помню. И она посмотрела на этого маленького гостя. И вот не нашла, не придумала ничего лучшего, чтобы заколотить мне гвоздь в череп. Она сняла марионетку со стены и деревянную ручку протянула мне. Гадина. И тем самым определила все мое будущее. И говорит. Здравствуй, мальчик. А вы с тем, кто за руку не здороваетесь, нет? Я, естественно, взял эту ручку, и она меня повела куда-то в уголок, в темноту. И там я вот и остался на третьем этаже до 20 пионеров на всю жизнь. Как появился Фрэнки? Вы же его придумали как-то? Это страшно. Я не знаю. Я был для этого рожден, наверное, для того, чтобы через меня проструился Фрэнки. Наверное, это наследие вот тех самых глаз, которые я увидел, толкнув дверь ножкой пятилетнего мальчика. И вот эта вот многоликость, она меня пронзила электрическим током. И вот дальше это все как бы распаковалось вот в такие формы. И так родился многоликий сумасшедший, который каждое утро просыпался в новой роли. Вопрос. Как долг был путь от многоликого сумасшедшего до интернов? Вот бэк-танг. Я хотел спросить, когда к вам пришли в интерны приглашать, вас тоже Фрэнки называли? Или Фримена? С вами Фримена? Сыграйте у нас. Нет, нет. Это ко мне. Я отдыхал в Израиле. И так начинаю еще одну свою байку. В которую вот неизвестно, нужно верить или не нужно. На самом деле я сошел в кадр с трапа самолета. Самолет приземлился прямо на крышу. Это вот наша завода, где снимается на подъемной... Да, я знаю. Туда еще вертолет правительства садится. Да, да, да. И я прямо с трапа сошел в кадр и первый раз увидел Ахлобыстина. До этого я о нем ни сном, ни сном, ни духом. Хотя мне в трубку еще в Израиле кричали, с тобой будет сниматься Ахлобыстин. А я вот к стыду своему говорил, а кто это? А скажите, впечатление, когда вы увидели Ахлобыстина, было ярче, чем когда вы кукол увидели деревянных? Или примерно одинаково? Нет, ну что вы, куклы – это нож между ревер. А Ахлобыстина – это все-таки боксерские перчатки, потому что с ним же нельзя дружить. Да что вы. Ему можно только служить. Да уж что. Это дикий человек. Совершенно необуздываемый. Ему пить нельзя ни в коем случае. Он становится восторженно неукротим. От него столько радости всем вокруг. Но сквозь эту радость струится такое чувство опасности. Он на грань, он выходит на какую-то удивительную грань, и поэтому с ним нельзя дружить. Ему можно служить. Я служить не умею. Поэтому мы постоянно бьем друг другу морды. Мы подготовили музыку специальную. Можно наушниками воспользоваться, чтобы ее услышать. И что-нибудь, я не знаю, вот что в голову придет, как-то поэкспериментировать. Для вас наушники, Вадим. Может быть, нам Фрэнки с того света сообщит. Нажмет на кнопку. Дамы и господа, лэйлис и джэнлэмэн. Мы начинаем нашу трансляцию с того света. Пристегните ремни. Начинаем отсчет от десяти до одного. Не подводи меня. Я с тобой работаю. Слушайте, так вот не возможно. Хочется прямо услышать продолжение. В следующих сериях. Ну да. А расскажите на лайте. Можно мы это используем в качестве анонса утренней передачи нашей? Сколько? А вы знаете, что есть реальный купитман? Да вы что? Реальный купитман, который преподавал у Славы Душмухамедова и Димы Пермякова, которые являются продюсерами и лидером сценарной группы. Есть реальный купитман. Недавно они встретились, где-то год назад. И купитман подошел к Дусмухамедову и говорит, что ж вы натворили? Стоп, стоп, стоп. Шутка еще не закончена. Что ж вы натворили? Я же теперь без смеха визитку свою не могу дать. Я недавно летал в Красноярск, презентуя новый блог. И вот опять же, у меня все с приземлением самолета. Приземлился самолет, и мне говорят, что бунтуют врачи. Они создали пикет перед зданием правительства. Они получают по 8-12 тысяч в месяц. 4 тысячи у них уходят на оплату жилья, коммунальных услуг и так далее. В общем, крохи. Они вышли бунтовать. Я говорю, сажайте в машину, везите. Я вышел к ним прямо туда под аплодисменты. То есть это вот такое родство каких-то выдуманных врач и реальных врачей. У нас был такой большой разговор. Вся пресса красноярская писала о том, что реальный Купитман поддержал бунтующих врачей. А вы поддержали? Может, вы подавили вас, Таня? Нет, нет, нет. Я поддержал их. Я говорил о том, что не может быть такого, чтобы фальшивые врачи, да, актеры, играющие врача, получал бы больше, чем... Когда у вас 17-й год-то? 17-й год-то. 18-й год-то.